В центральной Италии, к востоку от Рима, находится регион Абруццо. Горные массивы и побережье Адриатического моря выделяют этот регион. Абруццо известен своими курортами на побережье моря и горнолыжными спусками. Жители региона занимаются туристическим бизнесом, ловлей рыбы, животноводством и сельским хозяйством. Оливковые рощи и виноградники покрывают склоны, а на равнинах побережья традиционно выращивают томаты. Передабруццо – это старинный итальянский сорт, родом именно из региона Абруццо. До 1960 года плоды этого томата являлись практически главным источником дохода семей проживающих в Абруццо. Этот сорт традиционно использовался для приготовления соусов. Соусы из помидоров сорта Передабруццо изготавливают и по сей день. По заявлению производителей Передабруццо намного превосходит все выведенные коммерческие сорта и гибриды по своим вкусовым качествам в соусах. В общем, не только мы с вами понимаем разницу во вкусе пластмассовых коммерческих сортов и настоящих помидоров. Семена томата Передабруццо я приобрел от агрофермы Айлита под названием Абруццо. Вы можете также встретить названия Грушевидный из Абруццо, Переформи Абруццо и Гренис Роуинг. Все это Передабруццо. Я буду далее называть его просто Абруццо, чтобы было понятнее. Томат Абруццо заявлен как раннеспелый сорт со сроком 105-110 дней от сходов, но у меня в открытом грунте он вел себя как среднеспелый. Начал поспевать вместе со всеми среднеспелыми сортами. В рассаде ничем не запомнился обычный томат. Вытягивается быстро, если не хватает освещения и присутствует избыток тепла. Сорт индетерминантный, высокорослый. Рост у куста сильный. Даже в открытом грунте у меня был 170 сантиметров, так что в теплице будет более двух метров точно. Лист обычного типа. Куст среднеобристый. Стебли толстые. Соцветие простое. Пасынки растут активно, их много. Обрезать нужно регулярно. Формировать куст, как мне показалось в открытом грунте, лучше в два стебля. Это будет и не много и не мало. Подвязывать нужно не только сам куст, но желательно и кисти, так как они реально тяжелые, могут обломаться и повредить стебель. Первая цветочная кисть появилась над девятым листом. Кисти формируют от 4 до 5 плодов в среднем. Производитель семян обещает урожайность до 7 кг с одного растения. Я могу сказать, что урожайность действительно хорошая. Если погода не подведет и питание у томатов будет в достатке, он порадует вас урожайностью. По устойчивости к заболеваниям, я бы его назвал средненьким. На уровне большинства обычных сортов томатов. Ни хуже, ни лучше. Самый жаркий летний период томат перенес хорошо. Видно, что жаркий климат ему нравится. До октября он у меня не дожил, но погода у меня уже в конце сентября была очень холодная, особенно по ночам. Плоды на томате не болели, но таким вредителям, как совка, они очень нравятся. Плоды у томата абруццо крупные, грушевидной формы, ребристые. Собственно, и название сорта указывает на форму плодов. Ребристость сильнее к нижней части помидора, а верхняя часть более гладкая. И к концу сезона плоды становились более ребристые. Наверное, влияла более прохладная погода. В основном плоды по размеру точь в точь помещаются в ладонь. Возможно, именно поэтому одно из названий сорта Вренист Трофинг, что можно перевести примерно как Бабуля кидает или Бабушкин метательный. На одном итальянском сайте прочитал, что считалось очень удобно эти помидоры кидать в нехороших людей. В основном в жадных владельцев фабрик, эксплуатирующих рабочих. Может шутка, но в руке помидор лежал удобно. Масса плодов в среднем 200-300 грамм. Но я уверен и по отзывам посмотрел, многим удавалось вырастить и более крупные плоды. Мое мнение, что в данном случае более крупные в принципе и не нужны. 250-300 грамм – идеальный размер. Кожица у помидоров тоненькая, но помидоры не склонны к растрескиванию, скорее всего из-за своей внутренней структуры. Помидоры красного насыщенного цвета, глянцевые. Внешний вид красивый, привлекательный и аппетитный. В разрезе помидоры также насыщенного красного цвета, мясистые, с толстыми стенками и пустотами внутри. Сока немного, но сама мякоть не сухая, она сочная. Семян в плодах немного. По поводу пустот внутри помидора, поискал фотографии и, как оказалось, плоды бывают и без пустот у многих людей. Мне, честно говоря, эти пустоты у него внутри понравились. Я думал это особенность сорта. Я использовал плоды для приготовления фаршированных помидоров, был в восторге от того, как они подошли для этого блюда и размером, и формой, и внутренней частью. На всякий случай поискал фотографии и видео этих плодов у итальянцев. Они у них, как и у меня, с пустотами внутри. Так что могут быть и с пустотами, и без них. Несмотря на пустоты, помидоры очень мясистые. Даже сама стенка толстенькая и мясистая. Аромат у плодов классический, помидорный, приятный. Вкус сладкий, с небольшой кислинкой на заднем фоне. То есть сладость преобладает во вкусе. Баланс сладости и кислинки приятный. Вкус я бы назвал классическим, хорошим. Хороший, вкусный, красный помидор. Для меня вкус на твердую четверку. Соусы, действительно, с такого помидора будут вкусными, так как его мякоть бархатистая, не водянистая. Ну и для салата, вон прекрасно подходит. В салате он не хуже других красных и розовых помидоров. Ну а про фаршированные помидоры я уже сказал. Мне очень понравились именно эти помидоры фаршированные, за свою форму и толстые мясистые стенки, и при этом тоненькую кожицу. Жаль не заснял, как они выглядят запеченные в духовке. Хранились помидоры Абруццо у меня не очень хорошо. Они точно не для длительного хранения. Их нужно стараться перерабатывать побыстрее. Но это, в принципе, обычное дело для таких крупноплодных салатных сортов. Как всегда, подведу итог. Сорт Перер Добруццо, думаю, не зря любят на его родине в Италии. Главное преимущество этого томата – хорошая урожайность и вкусные красивые плоды с классическим вкусом, которые понравятся многим и в свежем виде, и в виде соусов, томатного сока и салатов на зиму. Я не могу выделить этот сорт, как очень устойчивый к заболеваниям или как простой в уходе. Это не про него. Я вот подумал, какие сорта можно было бы назвать его конкурентами. И сразу подумал о двух весьма популярных томатах, и в принципе очень даже неплохих. Это сорта Сто Пудов и Пузата Хата. Есть, конечно, и другие очень похожие сорта, но эти первые всплыли в памяти. Кстати, по сравнению с ними Абруццо мне показался более устойчивым к болезням, а по вкусу что-то схожее, близкое, особенно Сто Пудов. Но внутренняя структура плодов все же разная. Общие впечатления о сорте Абруццо остались хорошие. Думаю, еще один томат, который запросто может выполнять роль рабочего сорта. Для этого он обладает всеми необходимыми характеристиками. Семена я себе заготовил. И придет время, выращу его снова. Возможно, он покажет себя еще лучше уже с моих семян. В общем, смело можете пробовать вырастить сорт Перо Добруццо у себя на огороде или в теплице. Скорее всего, прям в восторге от сорта не будете, но уверен, разочарованы тоже не будете. Попробовать стоит. Достаточно интересный сорт. А если уже выращивали этот томат, надеюсь, оставите свои комментарии под видео и поделитесь своими впечатлениями о сорте. Всем спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok